Всем привет, меня зовут Константин и это другая сторона. Сегодня мы посмотрим страшные ролики, на которых паранормальные явления были сняты на камеру. И кстати, не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! НЕЧТО В ГАРАЖЕ Данный ролик был снят мужчиной, который поймал что-то довольно жуткое возле своего дома. По словам автора, он был совсем один и просто курил, но что-то его не на шутку испугало. Присмотревшись в гаражу, рядом со своим домом, он тут же выронил сигарету. Сначала он даже не мог пошевелиться из-за того, насколько он был потрясен увиденным. Что бы ни было в его гараже, он слишком боялся, чтобы заглянуть внутрь. What the f**k, bro? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Okay, cool! Сначала вы можете ничего не увидеть, но уже спустя секунды появляется то, что выглядит как жуткое лицо. Оно не движется и не видно его тело. Мужчина считает, что у этого таинственного лица нет ни туловища, никаких либо конечностей. Мужчина уверен, что это был не член семьи, так как в это время он был дома один. Для убедительности он также аргументировал позицию тем, что в его семье все достаточно смуглые, а это лицо было белым, как стена. Что бы это ни было, для нас это останется загадкой. Старый храм Следующее видео, снято японским охотником за привидениями. Мужчина по имени Чибитама в одиночку отправляется в старое здание храма. Позже он решает спуститься по лесной тропинке в другую часть разрушенного храма и осматривается по сторонам. Субтитры сделал DimaTorzok Автор закрывает двери, но сквозь щель двери можно увидеть бледно-белую сущность, выглядывающую из дверного проема. Оно смотрит прямо на Чибитаму, который видит эту сущность, прежде чем она исчезает, как будто ее никогда и не было. Многие зрители считают, что это дух женщины, которую видели блуждающие по этому храму поздно ночью. Кладбище Фергюсона Исследователь, который уже не раз появлялся в наших подборках по имени Ян, проводит паранормальное расследование на предположительно населенном привидениями кладбище Фергюсона ночью. Ян объясняет, что посетители этого кладбища сообщали о том, что за ними наблюдают. Более того, некоторые посетители сообщили, что видели белую фигуру размером с маленького мальчика, которая в одиночке бродила по кладбищу. Мужчина отмечает, что могила мальчика почему-то находится вдали от всех остальных. Ян настраивает свое оборудование и вскоре после начала расследования он фиксирует нечто довольно жуткое. Ян? Я не знаю. Я не знаю. Но не знаю. Суббранник. Почему-то она может подниматься к Belgium meu? Почему-то. Почему-то университrar. Субтитры сделал DimaTorzok Исследователь пытается связаться с мальчиком и через несколько мгновений слышит голос, который шепчет «Нет». Проходит несколько часов и откуда-то из темноты окружающей Яна доносятся звуки собачьего скуления. Это пугает мужчину, но он все равно продолжает свое расследование. Спустя время Ян возвращается на могилу мальчика и начинает чувствовать постороннее присутствие рядом с собой. Затем он слышит звук голоса маленького мальчика, говорящего «Уходи». Он также зафиксировал странное полупрозрачное лицо, которое выглядывало из-за дерева. Затем на кадрах мы видим, как плюшевый мишка, который стоит на могиле мальчика, странным образом падает сам по себе. Ян, как и обычно, находится под впечатлением от паранормальной активности, которую ему удалось заснять. После всех заснятых событий, Ян решил покинуть это кладбище. А как вы думаете, удалось ли ему заснять настоящего призрака? Шар света Следующий короткий ролик буквально шокировал весь Reddit. Камера видеонаблюдения сняла, как собака просто роется в земле. Но здесь происходит что-то странное и пугающее. Кажется, что собака просто исчезает в шаре света. Она взлетает в воздух и испаряется. Многие зрители шутили, что пес должен вернуться на родную планету и что его народ нуждается в нем. Другие были более встревожены этими кадрами, изо всех сил пытаясь объяснить странный шар, в который, кажется, превращается собака. Еще несколько комментаторов подумали, что это видео просто монтаж. В конечном итоге решать только вам, что произошло здесь на самом деле. В гостях у Бена Ролик был снят на камеру видеонаблюдения, установленную в квартире. Мужчина по имени Бен просто лежит на диване. Как вдруг происходит нечто странное. Посмотрите. Красный игрушечный грузовик справа начинает движение, что естественно пугает Бена. Но это еще не все, что произошло в тот момент. Подушка слетает с дивана на пол с силой. Но в комнате в этот момент находился только Бен. Сам мужчина утверждает, что в их квартире присутствует полтрегейст с того момента, как у них родился малыш. А вы верите Бену? Дом с привидениями Исследования заброшенных объектов часто приводят к жутким ситуациям. И это видео, загруженное на YouTube, не является исключением. В ролике мы видим исследователей паранормальных явлений, обходящих снаружий дом, в котором предположительно обитают привидения. В течение первых 30 минут или около того, они не сталкиваются с чем-то пугающим. Но затем все начинает становиться немного странным. Когда пара идет к неосвещенному месту, мы видим темную фигуру, которая проходит перед камерой. Фигуру довольно трудно разглядеть, но всего через пару минут, когда камера поворачивается над строением, мы видим еще одну фигуру, стоящую на крыше. А минутой позже, это нечто снова появляется на том же месте. Возможно, не стоит удивляться, что команда паранормальных явлений столкнулась с этими загадочными фигурами, ведь их цель и заключалась в поиске сверхъестественного. Перемотайте и посмотрите эти кадры еще раз, и дайте мне знать, что, по вашему мнению, засняли эти исследователи. Человек-тень Следующее видео найдено на YouTube. Двое мужчин, расследуя активность в доме, сталкиваются с паранормальными явлениями. Внутри дома они отчетливо услышали шаги. И вот, что им удалось заснять. По мнению авторов, они запечатлели на камеру настоящего человека тень. Многие зрители, которые посмотрели этот ролик, были убеждены в том, что мужчинам и правда удалось заснять призрака. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости? Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь? Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть! Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись! Ссылка в описании. Одинокий просмотр В видео, которое было найдено в ТикТок, мужчина запечатлел нечто жуткое. Он просто смотрел телевизор и, вероятно, не ожидал увидеть что-то подобное. И моё тело переключалось в дневном режиме. Это просто я? Или кто-то сидит рядом с мной на моем кухне? Когда телевизор выключается, мы можем увидеть фигуру, сидящую прямо с мужчиной на диване. Посмотрите. В начале видео отчетливо видно, что на диване больше никого не было. Некоторые зрители были немного обеспокоены будущим ТикТокера, говоря о том, что ему нужно обратиться к священнику и изгнать этого духа. Были и те, кто говорил, что это может быть знаком предстоящего несчастья. Также нашлись и те, кто сказал, что это просто монтаж. Пользователи в комментариях также высказались. Что это может быть простая постановка для увеличения просмотра. Старая гостиница Команда охотников за привидениями решила провести ночь в старой гостинице в Англии и исследовать паранормальную активность. Они установили 16 камер видеонаблюдения и сняли довольно жуткие инциденты. Давайте посмотрим. Сначала, что-то невидимое стучится в дверь, что пугает девушек. На камере видеонаблюдения не было зафиксировано людей в этот момент, поэтому доподлинно неизвестно, что это было. Но это не все, что им удалось заснять. Команда охотников за привидениями с группой гостей, которые живут в отеле, собирается в ресторане. По мнению команды, они засняли активность с полтергейста, сразу с нескольких камер во время общения с духами. Бокал в баре падает сам по себе, что приводит их в шоковое состояние. В то время, когда команда отходила от шока, камера видеонаблюдения в коридоре запечатлела то, что исследователи все еще не могут объяснить. Теневая фигура, кажется, просто появляется в конце коридора, а затем быстро исчезает. Этому явлению команда не могла даже предположить объяснение, которое бы не было связано с загробным миром. Так вот почему в этот отель приезжают многие любители паранормальных явлений. Может и правда здесь обитают призраки? Стеклянный стол. Следующая короткая запись найдена на Reddit, где на камеру, установленную в доме, было снято что-то странное. На первый взгляд мы видим, как стеклянный стол по непонятным причинам разбивается на мелкие осколки. Но после более глубокого анализа можно заметить кое-что интересное. Световая аномалия летит из левого верхнего угла в сторону стола, а затем разворачивается и исчезает из поля зрения камер. Когда аномалия касается стола, стекло таинственным образом разбивается в дребезги. Что вы думаете по этому поводу? То или что могло разбить этот стол? Вечерняя прогулка. В следующем ролике мы видим человека, который вышел на вечернюю прогулку. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первое, что можно увидеть – ужасающее бледное лицо без тела, которое левитирует в воздухе. А также на самом верху лестницы можно заметить прозрачный силуэт. Однако мужчина не замечает данной аномалии и продолжает прогулку. Также ему удалось запечатлеть призрачную фигуру около деревьев. И загадочные следы на снегу, которые появляются прямо перед ним. Что заснял мужчина, находясь на прогулке, сам того не зная. Похоже, мы этого никогда не узнаем. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира и мистики. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это отличное дополнение к ютюбу. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok